На днях в администрации города состоялось заседание антинаркотической комиссии. Вела совещание Альбина Порошина, заместитель председателя комиссии. Это последнее заседание в этом году, поэтому все рассматриваемые вопросы были направлены на подведение итогов работы за весь год. Начали с уголовной исполнительной инспекции. В рамках обеспечения качества профилактических мероприятий, в том числе антинаркотической направленности, заключены договоры о совместной деятельности филиала по городу Зверево с Центром занятости населения. Управлением образования, Центральной библиотекой. Взаимодействие с УФСКМ филиалом по городу Зверево осуществляется в соответствии с планом, утвержденным в двустороннем порядке. Ежеквартально филиалом проводятся сверки с наркокабинетом на предмет прохождения осужденного лечения, наблюдения в соответствии с приговором суда. Но скажу так, что в настоящий момент таких осужденных нет, которым договором суда вынесено постановление о прохождении курса реабилитации лечения. Ежеквартально проводятся рейды сотрудников филиала по городу Зверево с сотрудниками отдела полиции по проверке осужденных данной категории по месту жительства. Управлением образования, профилактическая психокоррекционная работа с осужденными состоящими на учете филиала проводится психологом отдела психологического обеспечения, уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области и старшим лейтенантом внутренней службы Титовой. Также с целью недопущения рецидива со стороны осужденных наказанием и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества в филиале по городу Зверево с осужденными за преступления данной категории оказывается разносторонняя помощь. В мерах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту рассказал представитель полиции. За истекший период 2016 года на территории города Зверево всего было выявлено 14 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них именно с сотрудниками полиции было выявлено 9. Из них было раскрыто, то есть направлено в суд по итогам 11 месяцев 10 преступлений. Из них с сотрудниками полиции 7. Раскрываемость при этом составила 7,7 и 0,8%. К уголовной ответственности за причастность незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ привлечено 10 человек. Борятся с наркотиками и их употреблением не только правоохранительные органы, но и учреждения образования. Причём, если первые занимаются раскрытием преступления, то вторые их профилактикой. В училище номер 64, а также школах города, проводится большая работа, пропагандирующая здоровый образ жизни. Проведена театральная музыкальная композиция «Мы будем жить». Приглашенными гостями были учащиеся наших школ. Кроме того, на заседании были подведены итоги работы самой комиссии. Её секретарь Константин Царёв довёл до сведения присутствующих о расходовании средств, предусмотренных действующей программой. Так, около 29 тысяч рублей были потрачены на приобретение спортивных призов, печать материалов антинаркотического направления, а также изготовление баннеров с социальной рекламой, которые будут установлены на въездах в город уже на днях. Продолжение следует...